Приветствую всех поклонников авиации, с вами Fallfire. Вчера произошло важное событие в жизни любого игрока War Thunder. Открылся деф-сервер патча 1.79, где были представлены новинки следующего патча. Чтобы не тратить много вашего времени, я решил сделать краткий обзор всех новинок. И начнём мы с авиации. Первое, что хочу отметить, что у всех тандерболтов отобрали воздушный респаун. Теперь в воздушных боях не будет стоя летающих П-47, и это хорошо. Кстати, ему обновили кокпит, и теперь он отлично детализирован. Ну и так как мы заговорили об американских самолётах, с них мы и начнём. Новый реактивный истребитель появился в ветке штурмовой авиации. Хотя на самом деле это палубный реактивный истребитель-бомбардировщик, но не суть. По подвесному вооружению на выбор имеется 4 вида бомб и 114 ракет гидра. Если с бомбами всё понятно, то ракета удивляет своим заброневым воздействием. Нужно потратить десяток залпов, чтобы забрать какой-нибудь танк. При этом у нас сильно проседают лётные характеристики, и выйти из пикирования становится сложнее. Как и истребитель FG-4B будет средним. Он явно не фаворит в воздушных боях. Но впрочем, как я уже давно говорил, что у нас всего в игре 3 топовых реактивных истребителя. Это Миг, Сейбер и Хантер. Все остальные будут вторичными. И так продолжается из патча в патч. Добавляются новые палубные самолёты, которые просто служат для заполнения места в авиационной ветке. Новый P40F пока что отличается только наличием увеличенного радиатора. И по всем параметрам абсолютно такой же, как его предшественник. Видимо, ему просто забыли дать более мощный двигатель. Но посмотрим, какой он будет на основе. Надеюсь, что новый мотор на него поставят. И давайте посмотрим, что добавили немцам. В этом патче будет приятный сюрприз всем любителям мессершмиттов. Две новые 110-ки породуют нас наличием отличного курсового вооружения и подвесов. С4 переименовали С7. И далее чуть больше бомб, включая одну 1000-килограммовую бомбу. Ф2 будет промежуточным звеном между самой первой 110-кой и самым мощным мессершмиттом, Г2. Он изначально несет две 30-мм пушки МК-108 и две 20-мм МГ-151-20. Большой боекомплект позволяет стрелять за жимом, не боясь остаться без снарядов. Из подвесного вооружения есть бомбы, такие же, как и на предыдущих 110-ках. Дополнительные подвесные 27-мм пушки, две пары ракет и 37-мм пушка БК-3-7. С боекомплектом в 66 снарядов. Данная пушка одна из самых точных пушек в игре. Снаряд ложится прямо в перекрестие прицела, не нужно брать даже упреждения. Заброневая, конечно, невысокая, но бронепробития хватает, чтобы забирать вражеские танки в борт. Расстрелил меня только отсутствие кокпита, и так, к сожалению, на многих самолетах. Причем, даже на истребителях. Двойной мессершмитт, свилинг, оказался ниже по боевого рейтингу, чем я ожидал. Впрочем, нормального подвесного вооружения я не увидел. Как истребитель будет слабоват, вержа проигрывает, на вертикаль не уйдет, а большие габариты будут приманивать вражеские снаряды. В общем, самолет на любителя. Хенкель-177 получил три управляемых бомбы Фриц Икс. Это нововведение, я считаю, одним из самых лучших. Только представьте, вы можете управлять бомбой и навести её прямо на танк. Делается это всё довольно просто. В бомбовом прицеле есть квадрат, который помогает навести вашу бомбу. Если раньше вы бомбы скидывали в центр перекрестия прицела, и бомба уходила прямо в цель, то теперь вы можете бомбить цель в пределах этого квадрата. Если танк, к примеру, отъехал чуть вперёд, вы можете скорректировать полёт бомбы с джойстиком или с клавиатуры. Такого точного бомбового удара я ещё не видел. Больше, конечно, похоже на бомбу с лазерным наведением. И по мне, это самая интересная фишка нового патча. Советую всем её пробовать. На этом новинки у немецкой авиации закончились, и мы переходим к советам. Ил-28 Пша порадует нас выбором подвесного вооружения. Самое важное, это наличие у него шести ракет С-24. Это самые эффективные ракеты на данный момент в игре, которые в теории позволяют ему сделать шесть фрагов. Также есть дополнительные пушки ГШ-23, но они как-то не особо выделились эффективностью, и ленты в них одинаковые. По крайней мере, так было на дэве. У Японии появился новый лёгкий бомбардировщик Ки-32. Он способен нести до 400 кг бомбовой нагрузки. Это неплохо для такого низкого БРа. Италии дали румынский истребитель AR-81С. Я всё же надеялся, что его добавят в немецкую ветку, где есть остальные румынские самолёты, но разработчики решили преобразить скромный выбор премов у Италии. По первым ощущениям, самолёт манёвренный, быстро греется на фрассаже, и для своего боевого рейтинга имеет отличное вооружение. Я обязательно сделаю по нему обзор, как только выйдет патч. Ну а пока рассмотрим новинки французской авиации. Французам был добавлен ещё один бомбардировщик, ещё одну копию американского реактивного истребителя F-84 и Корсар. Из всего перечисленного интерес представляет Корсар. По характеристикам, это такой же американский Корсар, но отличие скрывается в подвесном вооружении. У него большой выбор бомб и ракет. Такого количества бомбовой нагрузки я ещё не видел ни одного истребителя. Она действительно впечатляет. Ну что ж, перейдём к танкам. XM1 показали только в одном экземпляре. От General Motors. Видимо, Крайслер останется всё же эксклюзивом для Xbox. По своим характеристикам, танк неплох. Он имеет хорошие углы склонения орудия, скорость при зарядке и отличную скорость при движении. Бронирование башни 280 мм от кинетики и 540 мм от кумулятивов, а бронирование лба корпуса 265 мм от кинетической и 300 мм от кумулятивов. Нижняя лобовая деталь будет обеспечивать одинаковую защиту в 240 мм. Но зато у танка много уязвимых зон, в том числе неприкрытая бронемаска орудия. Пушка такая же, как у М61 Райс, но только все снаряды открыты сразу, потому что у нас премиумный танк. ХМ-803 будет практически таким же, как МБТ-70, за исключением более слабого двигателя и чуть худшей защиты башни. Странно, что в ветке исследования он идёт после МБТ-хи, а не до. Магах-3 получил динамическую защиту Блейзер, и ещё ему дали домовые гранаты. Из немецких новинок это бронеавтомобиль SD-KFZ-221 с 28-мм противотанковым ружьём Швери Панцербрюксы. Достаточно скорострельное орудие и неплохое бронепробитие в 94 мм. Машинка шустрая, достаточно быстро передвигается по пересечённой местности. Конечно, отсутствует бронирование, но это сделано в расчёт отличной мобильности. И переходим к более высокому уровню. К Леопарду 2А4. По бронированию и защите экипажа он будет один из самых лучших танков. Лоб башни с левой стороны защищает от 360 мм кинетики и 600 мм от кумулятивного воздействия, а с правой стороны чуть больше, 390 и 650 соответственно. Показания бронезащиты в лобу корпуса такие же, как и у башни, 360 и 600. НЛД защищает от 200 мм кинетики и 260 мм от кумулятивов. Единственной уязвимой зоной танка я считаю маску орудия. Там защита 180 мм от кинетических боеприпасов и 210 мм от кумулятивов. У Советского Союза добавилась модификация у танка Т-64Б. Теперь на него можно повесить динамическую защиту Контакт-1. Защищает она только от кумулятивных боеприпасов. Выглядит, конечно, серьёзно, но на самом деле не даёт существенной защиты. В Т-62М поставили брови Брежнева, которые дают защиту 400 мм от кинетики и 500 мм от кумулятивов. Но опять-таки, эта броня от япарта не спасёт. А вот подвижность стала ещё хуже, и передвигается танк крайне неохотно. На таком боевой рейтинге полно машин, которые запросто окажутся впереди Т-62 и займут быстрее выгодные позиции. Британцы порадовали нас новым Центурионом Авре со 165-мм пушкой, которая стреляет исключительно хэшами. Баллистика, конечно, оставляет желать лучшего, но от снарядов дамаг отличный. Также на танк была поставлена динамическая защита от кумулятивов и дополнительные краны по бортам танка. Передвигается Центурион неплохо, свои 35 км в час набирает довольно быстро. Конквейеру дали модификацию, которая превращает его в суперконквейера. Она добавляет на башню дополнительные листы брони с толщиной в 20 мм, и масса танка увеличивается на 1 тонну. Также в британской ветке появились две зенитки, одна по типу советской машинки с 4-мя пулеметами. Практически всё то же самое, только есть немного брони и установлены пулемёты Виккерс. Вторая ЗСУ будет на базе танка Чифтан, и по сути это такая же зенитка, как у многих других стран, только, по моему мнению, она самая страшная. Но не по боевым качествам, а внешне. Япония получила Type 90. По бронированию он будет хуже, чем Леопард, но по сравнению с другими танками, защищён он неплохо. 360 мм от кинетики и 600 мм от кумулятивов, однако у него не прикрыты борта башни. Мобильность у танка отличная, за счёт меньшей массы он чётко побыстрее Леопарда, но самое главное отличие будет в скорострельности и снарядах. Японский танк быстрее перезаряжается на 1 секунду, и в боекомплекте у него есть снаряд ДМ-33 с бронепробитием в 540 мм, поэтому один из фаворитов этого патча будет именно Type 90. Ну и напоследок рассмотрим французский АМИК-40. Похвастаться наличием брони или мощной пушки он не может, зато наконец-то появился стабилизатор, и по комфортности он будет самым лучшим французским танком, если выбирать из топов. Перезарядка с топовым экипажем составляет 6,7 секунд, что явно больше, чем у большинства танков этого уровня. По подвижности он будет немного уступать немецкому Леопарду, всё же у француза стоит двигатель в 1100 лошадиных сил. Ну что ж, все новинки патча рассмотрены. Я постарался обо всём рассказать наиболее кратко, чтобы вы были в курсе нововведений и не потеряли много времени, просматривая стримы или статьи. Пишите ваше мнение о будущем патче, ставьте лайки, также кто впервые на канале, подпишитесь. Ну а я с вами прощаюсь, благодарю за просмотр и желаю вам легких фрагов и чистого неба над головой.